Сейчас к нам присоединился Владимир Рыженковский, директор логического департамента компании Nord Capital. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, собственно, 15 лет назад индекс NASDAQ находился на тех же уровнях, что и сейчас, но тогда это был, безусловно, пузырь, безусловно, была ничем не оправданная эйфория. Что сейчас? Сейчас все резонно, все разумно. Вы знаете, есть такой ресурс MarketWatch. У меня там вчера настоящая полемика в онлайн разгорелась по этому поводу. Потому что статья была заглавлена, что индекс NASDAQ уже не такой, как он был 15 лет назад. А я там написал фразу, что индекс-то тот же самый, ну, за исключением, что какие-то бумаги вошли, какие-то вышли, а вот люди уже совсем другие. И, в общем, такое замечание, оно там совершенно неожиданно вызвало волну споров и пересудов. Мне пришлось защищать, как говорится, свою честь и достоинство. Но идея моей реплики, она была в том, что на самом деле люди, которые в 2000 году были, они, собственно говоря, не представляли себе, что такое доткомы. Это была абсолютно новая вещь. Это была экономика, как говорят, вот, untapped waters, это значит, что непройденные пути, так сказать, воды, которые не указаны на картах. И поэтому их можно было простить, на мой взгляд. Да, были какие-то, естественно, надежды, ну, человек так устроен. Сейчас, на мой взгляд, самое главное различие о том, что люди прекрасно знают, что такое дотком, люди прекрасно знают, что такое пузыри, и, тем не менее, они это делают. Поэтому, на мой взгляд, люди, которые были в 2000 году, они были, что ли, как бы сказать, с моей точки зрения, их можно в большей мере оправдать, чем те, которые сейчас там находятся. Вот такое мнение у Владимира Роженковского. Владимир, тоже не прощаемся, я обращусь. Владимир, читали ли вы письма Баффета, и вызывают ли они у вас такое же удовольствие, как у Михаила? Ну, слушайте, знаете, я вам скажу так, Даниил, эта тема довольно спекулятивная, и, как говорится, you never know, это привет Михаилу, который владеет английским, да? Но вот я вот специально выписал на бумажке всех преемников Баффета, начиная с 2012 года. Значит, был уволен Дэвид Сокол за то, что был слишком ретивый. Затем он взял, наоборот, его полного антипода Аджита Джейна, который был тише воды, ниже травы. И потом его уволил за то, что именно он был таким. Затем сейчас назывались имена Тодда Коупса и Теда Вешлера. Пока они, как бы, такие темные лошадки, тоже ничего не понимают. И вот эта девушка, наконец, фермерская появилась. Вы знаете, мне вот так... Ну, они давно уже говорят. Ну, да, да. Ну, в общем, у меня такое ощущение возникает, что хитрый старина Баффет, он на самом деле производительность труда в своей компании повышает таким способом. Поскольку каждый думает, что он будет следующим преемником, и это заставляет его делать какие-то там чудеса трудовых подвигов и интеллектуальных. На самом деле, у меня такое ощущение, что произойдет все банально и тривиально, поскольку, ну, Баффет, ну, он спекулянт, он инвестор. Поэтому, скорее всего, он просто-напросто в завещании напишет, что он передает бразды правления кому-то из своих родственников, там, ну, более или менее близких. Это мое мнение, просто вот как частное мнение, и все. Спасибо большое. Огромное спасибо, Владимир, вам за ваше мнение.